Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Обложку моей книги «Судьба красоты и истории грузинских жен» украшает репродукция картины Ивана Крамского «Неизвестная». Правда, теперь, когда я бываю в Москве, в Третьяковской галерее, мне так и хочется подойти к служителям и сказать, ну давайте поменяем подпись. Потому что на самом деле это не никакая неизвестная, а очень даже известная фрейлина российской императрицы Марии Федоровны Варвара Ильинична Туркистанишвили. Ее портрет – одно из главных украшений Третьяковки. По иронии судьбы, сам Павел Третьяков не хотел покупать работу Крамского. Как вспоминала его дочь, Третьяков был не очень доволен этой картиной и считал, что у художника есть более достойные работы. Своё решение он изменил после того, как узнал о личной драме Крамского. Художник нуждался в поддержке, картина была куплена и стала собственностью Третьякова. Имя и фамилию Варвары Туркистанишвили мне назвала одна из тбилисских старушек, чьими рассказами я заслушивался во время своих первых дней пребывания в Грузии. Это имя она назвала мне как само собой разумеющиеся, правда, детали судьбы Туркистанишвили она мне посоветовала разузнать самому. Я разузнал. И не только из книг, энциклопедий, но мне удалось повстречаться с потомками Фрейлины, которые не только рассказали мне фантастические детали её судьбы, но и позволили поместить на страницах книги прижизненный портрет Варвары Туркистанишвили. Она родилась в 1775 году в столице Кахетии Телави. Её дедом был знаменитый Баадур Туркистанишвили, советник грузинского царя Вахтанга VI, который присутствовал при переговорах с Петром I. Причём не просто присутствовал, но и был дружен с семьёй Петра. Так в архивах сохранилось письмо племянницы Петра I к Баадуру, в котором она благодарила грузинского князя за весело проведённый вечер в его дворце. Отцом Варвары был генерал Илья Туркистанишвили, который умер очень рано, дочери было всего 13 лет. А её матерью была русская княгиня Мария Еропкина. Грузинская княжна была приближённым к императрице лицом и служила фрейлиной у Её Величества Марии Фёдоровны. Варвара Туркистанишвили была неизурядным человеком, и свидетельство тому оставлены записки о ней во множестве мемуаров того времени. Так в одном из писем к Вяземскому можно прочитать. Её Величество едет за границу, а вместе с ней Нарышкин для шуток, Абельвиль для денег и Туркистанова для ума. А в одном из писем к Тургеневу, с которым состояла в переписке Варвара Туркистанова, один из его друзей пишет, Варвара Туркистанишвили была добрым и незурядным человеком, и, несмотря на то, что она не обладала большим состоянием, она старалась помочь всем, кому только могла. В 1801 году был убит император Павел I. На престол взошёл его сын, молодой Александр. Александр был увлекающейся натурой, и ни для кого не было секретом то, что у него было очень много фавориток. И тем более неудивительно, что на одном из балов между молодым императором и грузинской красавицей пробежала искра, и начался роман. Сама Варвара Туркистанова писала подруге, «Не будь этот человек государем, я была бы так счастлива, что он обратил на меня внимание, но он государь, и как мне быть, я не знаю». Ко мне благоволят, а это не делает меня счастливой. Но что делать? Удалиться от двора? Судьба неблагосклонна ко мне. Отношения императора и фрейлины были, конечно же, нерованными, но когда между ними установился мир, они отправились на бал. Александр приподнес Варваре в подарок драгоценную камею, на которой был высечен ее портрет и сделана надпись по-французски, «Той, которую я избрал». Ночь они провели вместе, и через 9 месяцев Варвара родила девочку, Марию, или Миле, как ее все называли. Но Александр I известие о рождении ребенка оставила совершенно равнодушно. У него уже была дочь София, рожденная от Марии Нарышкиной. И когда экипаж государя ехал по набережной Фонтанки, вся столица знала, что царь едет повидать свою внебрачную дочь. Императрица в свое время тоже родила Александру двоих детей, но они умерли в младенчестве. И после этого о возможном материнстве Александре Федоровне сказали забыть. Миле Александр I не видел ни разу. К тому моменту он был уже увлечен совсем другой женщиной и о матери своего ребенка не думал. Варвара Туркестанова с подобным отношением к себе мириться не собиралась. Гордая женщина, она приняла яд и в жесточайших мучениях умерла. Официально было объявлено, что смерть наступила из-за холеры. Тело Фрейлины невиданный случай. До дня похорон находилась в дворце, а молитву над ее гробом читала лично императрица Мария Федоровна. Похоронена Варвара Туркестанова была не на простом кладбище, а в некрополе Александра Невской лавре, где хоронили знатных особ. Смерть Варвары Туркестановой произвела на Александра I тягостное впечатление. Конечно же, он знал, кто был истинным виновником смерти его возлюбленной. А когда в возрасте 18 лет от воспаления легких умерла его дочь Софья от Марии Нарышкиной, государь и вовсе впал в глубокую депрессию. Все дни он стал проводить в молитвах и чтении Священного Писания. Развязка наступила осенью 1825 года. Государь уехал в Таганрог, где, инициировав собственную смерть, удалился от престола, удалился от света и стал тем самым старцем Федором Кузьмичем, о котором написал Лев Толстой. Говорили, что эта смерть была инициирована государем для того, чтобы искупить свои грехи. В схит, расположенный в Сибирском лесу, к старцу приезжал государь Николай I, приходившийся Александру родным братом. Царь приказал Свите оставить его наедине со старцем и о чем-то долго с ним беседовал. Но это если верить, конечно, Леву Толстому и историкам, которые в 17-м году открыли гробницу в Петропавловской крепости и увидели пустое захоронение. Дочь Варвары Торкистанишвили Александра I Миле носила фамилию Голицына. О том, что это ребенок императора, конечно же, знал весь Петербург. Но подобных разговоров допустить было нельзя и официально девочку усыновил князь Голицын. Князю тогда было всего 24 года, Варваре 42, и об этом много лет спустя в своем дневнике даже написал Александр Пушкин. Поэт пишет, князь Тицианов рассказал мне о романе Варвары Туркистановой с Александром I, о рождении ее ребенка и ее трагическом конце. Вместе с отцом Мария Владимировна Голицына каждое лето проводила в Пятигорске. Летом 1841 года там за ней начал ухаживать молодой офицер. Но Мелия была уже связана с другим человеком, и на ухаживание этого офицера она, конечно же, никак ответить не могла. Через несколько дней Пятигорск потрясла трагическая новость. Молодой офицер был убит на Бруэле. Его звали Михаил Лермонтов. Миле Голицына пережила его всего на два года и скончалась в 1843 году. Ей было всего 24. Но на этом история не заканчивается. Спустя много лет, уже в конце 19 века, та самая камея, которую Александр Первый преподнес в подарок Варварию Туркестановой, попалась на глаза художнику Ивану Крамскову. Знаменитый портретист не мог не очароваться обликом прекрасной дамы. Крамскова очень заинтересовала история, связанная с Варварой. Он расспросил о ней очевидцев и людей, которые еще помнили фрейлину и решил написать картину. Он нанял экипаж, пригласил модель грузинку, посадил ее в этот экипаж и за несколько дней подарил грузинской княжне билет в бессмертие. Картина сегодня висит в Сердяковской галерее и называется «Неизвестная». Тема неизвестная Крамскова, ее прототипа и влюбленного в нее Александра Первого долго не отпускала меня. И однажды вечером у меня дома зазвонил телефон. Это была княжна Туркистана. Оказалось, мне звонила прапрапраправнучка княжны Туркистанишвили Нино, которая вообще живет на два города Тбилиси и Леон. И в этот раз она увидела книгу и захотела повстречаться со мной. Когда я пришел к ней в гости, то первое, что увидел на стене, это репродукция картины Крамского. И Нино рассказала мне, что у них в семье ни для кого не было новостью, кто изображен на этой картине. Правда, в советские годы, когда иметь в родственницах фрейлину императора было совсем небезопасно, детям говорили, что Крамской написал книжну Те. Крамской написал книжну Тараканову, одну из самых известных самозванок XVIII века. Кстати, это еще одно доказательство того, что Крамской писал по мотивам, желая воссоздать навеянный легендами прошлого образ. Можно долго спорить и рассуждать о том, кто же на самом деле изображен на полотне Крамского, но лично у меня после того, когда я просматривал фотографии, сделанные дома у прапрапрапраправнучки Книжны Туркестановой, последние сомнения отпали. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok